Друзья, всем привет! Наступило время новостей из Канарских островов. Вы там спрашиваете, что там, как у нас с вулканом, как дела. Сегодня, кстати, праздник Национальный день Испании, поэтому, я не знаю, что-то сцены нет. Особо праздника нет. Может быть, будет в субботу, хотя сегодня выходной день. В общем, про вулкан. Вулкан продолжает извергаться. Тише он не стал. То есть, продолжает извергаться довольно сильно. Толчки подземные достигают 4,5 балла. То есть, они усиливаются. Это говорит... И толчки становятся выше. То есть, поднимается лава выше. И на высоте уже здесь 13 километров это происходит. Это говорит о том, что давление не выходит, давление не снижается. То есть, вот этих 15 отверстий, или сколько их там сейчас в настоящий момент жерл вулкана, их не хватает для того, чтобы снизить давление внизу. Поэтому не исключен раскол острова. Если посмотреть, где раньше извергались вулканы, там есть трещина, которая была давно выявлена еще в предыдущих извержениях. И вот вдоль этой трещины может произойти раскол. То есть, раскол части острова, что вызовет очень большую высокую цунами, которая дойдет не только до Европы, до Средиземного моря, но и до Соединенных Штатов, до Южной Америки. Вот, пока ничего такого не прогнозирует прям, что это может произойти завтра. Но, тем не менее, предпосылки к этому есть. Также не исключены новые извержения, которые откроются, опять же, вдоль этого раскола старого. Людей эвакуируют. Эвакуировали уже много, продолжается эвакуация. Пожарные расчищают дома от пепла, где еще продолжают жить люди. Дороги, потому что очень много этого шлака, который выкидывается на огромную высоту. Он легкий, поэтому он разлетается очень далеко. И поэтому даже в десятках километров от вулкана можно увидеть этот шлак, которым все просто засыпано, абсолютно все. Населению оказывается большая поддержка. Оказывается, что за пару лет до извержения правительство построило 280 домов на острове Ла Пальма и также такие же дома есть на острове Тенерифа, потому что здесь тоже возможно извержение в ближайшем будущем, потому что здесь подземные толчки ощущаются периодически тоже близ острова Тенерифа, поэтому не исключено, что повторится история, как на Ла Пальме. Вот. И населению оказана поддержка материальная, то есть вручают квартиры от новых домов, уже люди заезжают. Также Евросоюз выделил довольно приличную сумму на компенсацию материального ущерба, и там же пострадали многие финки. Вообще в таких сейсмоактивных зонах не строят особо высокие какие-то дома и большие города. И в основном это плантации, это финки, где выращивают фрукты, овощи, вот, люди потеряли скорее не столько свое жилье, с которым в принципе проблем нету сейчас, так как жилье, то что кому не хватит докупается, но потеряли источник дохода, в частности люди зарабатывали на фруктах и овощах, которые выращивали у себя там, и кто потерял недвижимость, помимо этого также выделяется по 32 тысячи евро на семью. Но помощь, конечно, оказывается со всех сторон и местным канарским правительством, и также Евросоюзом, и много компаний, крупных компаний, испанских и островных, которые помогают, перечисляют деньги, кто-то продукты, Красный Крест очень активно там работает. Кстати, Красный Крест всегда в таких ситуациях в первых рядах помогает, потому что, во-первых, у них большой штат волонтеров, у них также есть и, кстати, свои скорые, и что меня удивило, когда была пандемия, и мы сидели на карантине, ходили по квартирам, работники Красного Креста и предлагали помощь, спрашивали, все ли у вас хорошо, болеет ли кто-нибудь, не болеет, и какая помощь необходимо. Предлагали бесплатные продукты, но когда мы сказали, что спасибо, нам ничего не нужно, мы сказали, а может быть, вы хотите помочь внести свой вклад Красному Кресту, 5, 10, 20 евро, любую сумму, вот, но это было приятно, знаете, очень часто в России можно услышать, что, а кому мы там нужны, за границей, в другой стране, чужой язык и так далее, так вот, на самом деле, нужны, потому что никогда в России не приходили чужие люди и не предлагали какую-то помощь бесплатно, продукты или что-то в этом роде, вместо этого я часто вижу видеоролики, как несчастные пенсионеры российские из-за своих нищенских пенсий в 9-11 тысяч рублей дерутся за просроченные продукты на мусорках супермаркетов, торговых центров, на это, конечно, смотреть очень грустно, потому что если посмотреть на европейских пенсионеров, которые работают всю жизнь и потом в старости они путешествуют просто всю старость и могут себе это позволить, и это уж не говоря о том, что с продуктами вообще проблем нету, то есть здесь много пунктов выдачи продуктов бесплатных голодным тут точно никогда не останешься, даже если человек не хочет работать есть, конечно, бомжи, конечно, есть бомжи, но дело в том, что это люди, которые выбрали, их никто не трогает здесь, но это люди, которые сами выбрали себе такую жизнь, у них есть все возможности работать, даже каким-нибудь уборщиком куда-то пойти, в бар, там, перед закрытием, я знаю, что часто в бары берут таких людей вытирать столы, помогать там с уборкой, мыть посуду, там, ну уж, каких-то 10 евро в час всегда за это платят, а 10 евро это можно и покушать где-то в кафешке, спокойно поужинать, или купить продуктов там на несколько дней, поэтому это их выбор, они просто не хотят работать и живут на скамейках, где-то в парках, где-то в каких-то туннелях, поэтому это не показатель какой-то там бедности, вот, например, в моем кругу испаноговорящие люди, они всегда работают, во-первых, все работают и получают хорошие деньги, помимо того, что если у тебя кончается контракт, ты первые полгода получаешь минимум 70% от своей зарплаты, которая у тебя была на твоем рабочем месте в виде социальных пособий, и этим пользуются активно испанцы, почему у них в статистике, почему у них в статистике в общей статистике по стране, видно, что очень много людей стоит на вот этом вот социальных на этих выплатах получают, это не потому, что нету работы, конечно, материке с этим посложнее, но это происходит потому, что они хотят возвращать деньги, которые за них работодатели. Но опять же вернемся к Ла-Пальме, каждый вечер я смотрю местные новости и президент уже неоднократно призывал посещать остров Ла-Пальму туристам с туристическим визитом, полюбоваться на извержение вулкана, потому что такое здесь бывает нечасто. Ну и поддержать экономику острова. Опять же остров не весь покрыт дымом и пеплом, ничего там страшного нет, там можно, там живут люди, там протекает привычная жизнь, за исключением того района, где происходит извержение, поэтому ничего такого сильно страшного страшного нет. Это, кстати, научно-исследовательское судно и капитан там русский на нем должен был в апреле уйти, но что-то стоит, не знаю. Да, вот еще вопрос я вижу, довольно часто задают его в разных группах канарских, это как попасть на Ла-Пальму. На Ла-Пальму летали самолеты, я не знаю, сейчас летают, нет, там, по-моему, из-за пепла сколько-то дней они не летали, но тем не менее ежедневно плавают паромы, поэтому можно даже с машиной погрузиться на паром и поплыть на соседние острова, то есть ограничений на посещение острова нету. Что касается Тенерифа, ну, пепла здесь точно нету, во-первых, дует все время в другую сторону, ни в сторону Тенерифа не дует с Ла-Пальма, здесь немножко другая роза ветров, поэтому на Тенерифе уж отдыхать можно вообще без каких-либо, без какого-либо дискомфорта, никто здесь пеплом не сдыхается, как видите, небо светлое, чистое каждый день, да, также у нас собрались отменять тесты на прилет, то есть пандемия подходит к концу, это важно, что пандемия побеждена, вот, ограничения практически никаких уже нету, все открыто, казино, клубы, все, что раньше было закрыто, ночные заведения, это все уже давно открылось, поэтому выходит Испания, как другие страны Европы, из карантина, не с пандемией, и скоро можно будет, как раньше, путешествовать, приезжать без тестов, пока что вроде бы еще нужно тестирование, кстати, друзья, если вам интересно выпуск про Тенерифы, где здесь находятся действующие вулканы, и где самые опасные сейсмические зоны, пишите об этом в комментариях, и если это действительно для вас интересная тема, будет много комментариев по данному вопросу, то я сниму вам выпуск, специально покажу вулканы, которые находятся в активной фазе, покажу зоны, где чаще всего происходят подземные толчки в районе именно острова Тенерифа, также покажу вам холодные зоны острова, где извержения не происходили много лет, где вообще, можно сказать, безопасно, так же, как на Ла-Пальме тоже есть холодные зоны, где безопасно можно жить, где исключены вообще любые извержения, поэтому пишите внизу, если интересно, снимем, так же, если вы не смотрели выпуск про вулкан Арафо, который находится на Тенерифе, он тоже действующий, извергался он 300 лет назад, посмотрите вот тут наверху, оставлю ссылочку и внизу тоже, посмотрите, как мы сходили на этот вулкан, так же хотелось бы обратить внимание на то, что извержение вулканов на Тенерифе это не что-то такое новое, чего люди не ждали, на самом деле люди здесь местные понимают прекрасно, что они живут на вулкане, они очень их уважают, очень любят свои вулканы и даже когда они извергаются, относятся к этому с большим почтением, с любовью, даже вот к такому стихийному явлению, которое приносит беды в каком-то смысле семьям, так же я видел в комментариях довольно частый вопрос, где люди спрашивают, а зачем вообще канарцы строят дома так близко к вулканам, так вот, так как я сижу часто в группах различных канарских местных, нашел там вот этот вот интересный пост, в котором человек правильно пишет, что надеюсь это фото, текст примерно перевода примерно следующий надеюсь это фото вам объяснит почему люди строят так близко к вулканам мои хорошие а где нам строить и фото на фото изображен остров Ла Пальма со спутника так вот канарские острова это и есть огромные вулканы макушки даже не вулканы а макушки огромных вулканов которые торчат из океана со дна самого океана поэтому мы все здесь живем на вулкане и удивляться тому что они извергаются а извергались они раньше намного чаще чем сейчас даже взять 500 лет извержения происходили практически каждый год на всех островах и как бы с каждым столетиям их становится наоборот меньше и вот это извержение на Ла Пальме ну его просто ждали реально давно мало того что правительство готовилось и строило дома за еще за два года начало строительство домов которые предназначались как раз пострадавшим от вулканов так за месяц на Ла Пальме в зоне извержения еще до извержения за месяц работало много ученых вулканологов со всего мира и весь мир уже следил за этим поэтому это не было неожиданностью это не было внезапно и людей предупредили людей эвакуировали помогали с эвакуацией так что вот так вот друзья не переживайте за канарцев мало того что здесь это норма так еще и правительство никогда здесь не бросает своих граждан и очень хорошо заботится поэтому приезжайте отдыхайте всех люблю целую такой вот получился короткий выпуск но тем не менее немножко новостей для вас подписывайтесь на канал если еще не подписаны буду показывать вам рассказывать что у нас происходит и увидимся до скорой встречи всем пока до скорой встречи до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok